Случилось мне как-то раздобыть такую вот копеечку Петра Первого, серебряная, 1704 года. И вот как бы хотелось бы вспомнить, что в том далёком году происходило в России. Год сравнительно тихий, если не считать, что была всё-таки тогда ещё и Северная война со Швецией. И тем не менее, вот число крещённых калмыков постоянно возрастало. В 1703-м для них устроено было русское особое поселение с церковью на реке Терешки. Но в конце 1704-го года оно было разрушено по приказанию калмыцкого хана Аюбки. Также было выпущено Алтын, такой старинный русский монетный счёт, название которого случилось от татарского слова Алты-6 до Петра Первого. Алтыны у нас не чеканились, но вёлся только счёт на Алтыны. По курсу в Алтыне считалось от трёх до шести денег. В 1704-м году выпущены Алтыны из хорошего серебра. В Дмитрове письмо дмитровских бургомистров в ратушу. Есть в Дмитрове конюшенная дворцовая слобода. И то есть лободы жители в Дмитрове на посаде торгуют и промышляют всякими торгами и промыслами. И лавки в Дмитрове свои имеют, и никаких служб не служат и не работают. И в солдатскую службу от них ничего не взято. А в выборе у них бывает только один человек, бургомистр, и до четырёх человек на яхрамистых лугах в целовальниках. А жители той слободы немалое число. Колеса Фасилий. Сибирский атаман-приказчик в 1904 году обьясачил Курильскую землицу. С 1711 по 1714 год управлял Камчатской землёй. В 1715-м убит в возмутительстве алюторами и юкагирами. Вот так. Теперь вспомнить, чего бы было у нас из событий за границей, в том числе война за испанское наследство. Принц Евгений Савойский и Джон Черчилль, герцог Мальбора, побеждают французско-баварские войска в Баварии в сражении при Бленхейме. Война за испанское наследство. Гибралтар захвачен британцами. Царь Пётр I вводит в обращение медную копейку, равную 1 100 серебряного рубля. И появилась первая в мире полностью десятичная денежная система. Английский флот бомбардировал Гибралтар, высадил десант и захватил её союзники. Союзник Франции герцог Савойи перешёл на сторону императора. Осенью 25-тысячная королевская армия жестоко подавила восстание комизаров во Франции. 20 октября премьера оперы Клеопатра Иоганна Маттензона в Гамбурге. Вольтер посещает коллегию иезуитов. Королём Венгрии в 1704 по 1708 год стал Фернс II Ракоции. Куруцы освободили от австрицев почти всю территорию Венгрии, Словакии, Трансильвании и Карпатской Украины. Кроме отдельных крепостей, в мае куруцы разбили австрицев и угрожали Вене, но вынуждены были отступить. 18 мая заложен кроншлот форт Кронштадта. Антишведский лагерь в Польше образовал Сандомирскую конфедерацию, договор в Нарвии о союзе России и Польши. Польша вступила в войну со Швецией. 20 июня Речь Посполита вступила в Северную войну на стороне России против Швеции. Весна образования Варшавской конфедерации на низложение Августа II и избрание королем Познанского воеводы Станислава Лещинского. В Северной войне Карл II смещает Августа II, польским королем, как я уже сказал, становится Станислав Лещинский. Русские войска осадили и взяли Нарву. Дерпи Нарва в ходе Северной войны подчинены России. Султанат Бурнея уступает северо-восточную территорию Султанату Сулу. Башкирское восстание случилось сначала в 1704 по 1711. Землетрясение разрушает Гондар в Эфиопии. По приказу Канси среди племен Мяо, Хунани и Гуйчжоу, создано два округа с общей китайской системой управления и налогообложения. 23 апреля в Бостоне начала выходить Boston Newsletter, первая постоянная газета колониального периода США. Три округа Пенсильвании становится колонией Делавер. Ну что ж, из тех, кто родился, Генрих Христиан Зекенберг, известный немецкий юрист Томас Готфри, американский изобретатель, сконструировавший сектант, 28 февраля Ханс Херман фон Кетте, лейтенант прусской армии, 16 мая Хим Готлиб, немецкий теолог и преподаватель, 31 июля Габриэль Крамер, швейцарский математик, 22 июня Джон Тейлор, английский классический ученый, 1 ноября Рауль Дэниер Лонгонлиус, редактор словаря. Вот такие вот события у нас, которые стоило бы вспомнить, которые произошли в далеком 1704 году.